есть такая корпорация это корпорации войске на дня не возьми процент из нееврея а отдай проценты нееврею понимаешь мы с тобой хорошие люди ты меня уважаешь я тебя уважаю давай договорись что они будут платить глава китацы хочу поговорить про тему которая может быть менее актуальна каждому из нас повседневной жизни но она очень актуальна на протяжении еврейской истории и сегодня тоже она вызывает много вопросов это нам предъявляют как претензию простофичество эта тема которая в нашей недельной главе затрагивается есть заповедь она не первый раз в истории упоминается но она повторяется в этой главе тоже нет запрет давать еврею деньги под процент запрет заниматься растофичеством и при этом написано на ног риташих они еврею да давай деньги под процент и начиная от вильяма нашего шекспира венецианский купец на самом деле конечно и до шекспира и после шекспира евреям предъявляли когда евреи жили в европе и не было возможности заниматься земледелием производительным трудом то часто евреи зарабатывали себя на жизнь тем что расставщичество банковская система в европе и сша на значительной мере была основана евреи занята из мира рашидов сегодня количество евреев по моему в этой системе мне кажется что еще не было ни одного главы фрс который не был бы евреем федеральная резервная система центральный банк сша те кто деньги всему миру печатают и я не хочу обсуждать теории заговора глупые всякие да потому что как и любые другие теории заговора это не более чем глупости но есть вопрос то есть тора говорит что когда один еврей имеет дела с другим то давай ему деньги без процентов а когда он имеет дело с чужеземцем с неевреем то тора говорит не просто можно давать деньги под процентом и давай ему деньги под процент это заповедь повеление такое нужно давать им деньги под процентом и это выглядит странно и прежде чем как обычно посмотрите что на эту тему говорит с форма я хочу заглянуть в более ранние более поздние комментарии чем с форма во первых раши и рамбом и монит оба приводят мидраж сифри это логический мидраж где написано ленокрит аших зумит свата с и не еврею давай в рост это повелительная заповедь улахи хана таших митсва плата с и обратно в ему не давай деньги просто это запретить на запросе есть они считают что по закону есть заповедь дать не еврею деньги под процент есть запрет с этими кто не спорит есть запрет дать еврею деньги под процент это безусловно но рамбом говорит что аллахарда что действительно из-за будет давать деньги процент не верю при этом сказать что его главный оппонент рабе и фрам ибн давид рават и многие другие комментаторы этого периода с рамбом не сами согласились они с ним спорили на эту тему и рават и говорит что это не нет такой заповеди это повелительный заповедь который как бы относится к запрету давать деньги еврею как например на авторе написано коль авто орту ходу каждую чистую птицу ешьте на истории запрет есть нечистую птицу птицу которая некошерная и при этом тары говорит а каждую чистую любую птицу которая чистая как курица гусь например да ее ешьте понятно что очевидно что тора там не имеет это нет такой заповеди в торе 614 заповедь ешьте гусей такой такой заповеди в торе не существует но тора подчеркивает как вода когда это есть можно этому еще привести примером доказательства что так устроен текст тора что иногда чтобы подчеркнуть запрет приводится повеление не делай работа но делает поэтому говорит рават что суть того что написано в торе есть запрет давать под процент еврею и и которые они время не запрещено как бы только нет запретов давать долг еврею поэтому видим что в решении есть спор на эту тему вообще это только разрешено ли давать деньги под процент не еврею или это повелительный заповедь соответственно мнение что это повелительный заповедь она более сложная для понимания современного человека хотя нужно сказать так что сегодня есть колоссальная индустрия финансовая триллиона долларов и если спросить у любого человека который занимается бизнесом сказать ему слушай давай я тебе организую хороший кредит то большинство людей очень этому обрадуется они не воспринимут это как а я тебе давайте организую что дам тебе деньги в долг под процент они скажут хорошо более того многие будут готовы заплатить тому кто организует хороший кредит на люди платят банкам деньги за то чтобы банки выдавали им кредит платят деньги небольшой четверки чтобы они делали какие-то какой-нибудь да чтобы они делали хорошие отчеты чтобы на основании этих отчетов банки давали деньги в кредит под проценты компании почему потому что экономика устроен таким образом что ее топлива на котором она развивается это это кредиты и кредиты под процент потому что зарабатывать стороной с одной стороны банк который выдает эти деньги но благодаря этому еще больше зарабатывать знак то больше как повезет там можно очень хорошо заработать можно заплатить процент x а заработать x умножить на много раз часто это крайне поэтому в принципе надо сказать что и в современном мире сама идея того чтобы давать деньги кому-либо процент она не считается чем-то не этично это нормально и поэтому я увидел хочу привести такой комментарий очень по моему важный есть такой комментарий на натуру это современный комментарий это начало двадцатого века уже называется турак мима бору холивей пштейн вообще чтобы бэкграунд этого человека чтобы лучше было понятно именно был понятен комментарий который он написал бору холивей пштейн жил в пинске городок белоруссии на границе с польшей скончался в сороковые годы во время войны неизвестно точно или он погиб от рук нацистов или умер просто в это время из тверстия что он бежал в больнице немцы подожгли больницу она сгорела вместе со всеми больными неизвестно где-то в сорок втором году он скачался был выдающийся абсолютно раввин гениальный его отец был выдающийся раввин автор книги аруха шухан и он еще будучи молодым человеком прославился как гений как и великий мудрец торы значит но он не хотел зарабатывать на жизнь торой он решил что нужно изучать тору нужно преподавать нужно писать книги но он считал что он не готов этим зарабатывать себе на жизнь и поэтому после того как он получил раввинский диплом он поехал в вену и окончил там получил там экономическое образование вернулся в пинск устроился на работу главным бухгалтером в банк потом стал директором этого банка и он работал достаточно много лет в банке писал комментарии на тору преподавал аравийскую деятельность но не снимал никакого официального аравийского поста никогда в своей жизни а то есть потом это дальше было сложнее первая мировая война банк разорился он остался быстрее к существованию поехал в америку три года провел там пытался там заработать не очень успешно вернулся в европу и в итоге скончался время второй мировой войны брок или шлен кроме действительно выдающегося на мой взгляд свой комментарий на пару пор от мимо он стал известен во время суда над над бейлисом известная кровавый набет в киеве еврейского бухгалтера бейлиса обвинили в том что он убил мальчик из христианского было очень громкое дело и была переписка там было много много людей евреев и неевреев это было очевидно что дело было сфабриковано и много людей встали на защиту бейлиса и пытались это вообще было общественно очень значимый суд и был такой крупнейший ученый русский ученый павел константинович каковцев каковцов был востоковед гибраист и у них с равным акштейном была переписка на тему дела бейлиса потому что нужно было ответить не только конкретные улики которые там очевидно были сфабрикованы но и по сути вопрос а вообще евреи никакие как они используют ли они кровь в ритуальных целях или нет это переписка я не нашел где-то надо в ленинскую библиотеку идти ее искать но она была опубликована она прогремела она стала очень очень известна и поэтому рабороха левейпштейн кроме того что он был экономистом он занимался тоже общественной деятельностью и он защищал права евреев и боролся с антисемитизмом значит так он он пишет так в своем комментарии он говорит что да это были что это претензия то что евреи дают под процентные евреи говорит уже роптали на это ненавистники израиля как антисемиты этот всегда это использовали но он говорит что на самом деле суть это этого закона он достаточно она достаточно просто очевидно когда вышли евреи из египта и получили тору это был еврейский народ был обособленным народом и они договорились меня согласились между собой чтобы каждый будет помогать другого что исторически да посмотрите на картину еврейский народ выходит из египта и странствует 40 лет по пустыне и находится в обособленном не особо мало контактирует с другими народами находится вместе пустыне это место сложно выжить и появился некий союз внутри еврейского народа евреи договорились что мы будем друг другу помогать в том числе помощь деньгами и товарами то есть не только помогать кормить голодного но и будем помогать друг другу зарабатывать на жизнь если кому-то из нас понадобятся деньги то мы друг другу поможем так когда-то евреи договорились в пустыне и и это договор кто называл что я не буду давать подпроцент тебе ты не будешь давать подпроцентками то есть как бы каждый еврей лишил себя право как заработать на процентах но также он решил право и и взять процент процент у другого еврея но те народы которые были вокруг евреи да контактировали с другими народами с них они добрали проценты да давали им под процент деньги это говорит это похоже на некое объединение некий кооператив любое объединение людей которые решают что они друг другу не будут давать деньги просто но для других они дают это такой очень экономический взгляд есть например компания из банк например банк торгует деньгами банк продает деньги за процент клиентам которые приходят будет очень странно если внутри одного и того же банка один отдел другому надо будет перекинуть внутри организации деньги из одной кассы в другую сказать хорошо вам перекинем но вы нам вернете с процентом это так обычно делается если компания компания может брать кредиты под процент может давать кредит под процент но внутри самой компании сама себе одолжить под проценты это так обычно это не происходит есть такая корпорация это корпорация еврейский народ это как бы это принято везде это это говорит что мы это видим во всех повсеместно можно тоже привести такой пример чтобы пояснить да так это это уже я слышал от имени морали из праги что еврейский народ есть некий союз братства внутри еврейского народа и если есть два человека у меня есть какой-то бизнес я прихожу к моему соседу группа слушай мне очень сейчас нужны деньги одолжение под проценты я заработаю мне это очень поможет мне это очень выручит я заработаю часть заработка я там тебя в качестве процентов это нормально и скажу еще спасибо за то что за то что он мне помог дал мне дал мне труд но если мне нужны деньги я прихожу к моему брату говорю ему да мне просто слушай меня сейчас тяжелая ситуация дай мне пожалуйста одолжение денег это хорошо он только под процент тем самым он говорит на как бы я тебе больше не брать потому что брат брату под процент нет другие отношения это не коммерческие родственные отношения это то что говорит здесь раха для векштейна то что есть разные это нормально это принято что есть разные категории отношений есть отношения внутри корпоративные или внутри семейные есть отношения друг другие как город деловые отношения они работают по разным законам они не лучше не хуже просто так устроены есть это хорошо и другое хорошо только каждый на своем месте и поэтому он говорит в конце и поэтому то что говорили глупости которые говорили наши навистники все это пустое и атора вот ватора и мэтт ва шадом хатама атора истина и мир ее печать на самом деле ничего плохого она не скажет и тора стремится не сказать еврейскому народу не будьте такими вот им одалживайте по проценту их использовать это наоборот мы ведите дела зарабатывайте помогаете это очень хорошо тура вообще нужно интересно заметить то что в аллахе законы и ребита законы кредитов по процент есть в этом очень много нюансов на что мы даже и внутри еврейского народа что можно и что нельзя в главном аллахическом труде шулхан нарух который состоит из четырех разделов есть раздел хошинный шпат который занимается собственно говоря имущественными отношениями в нем нет законов ребита если вы откроете вы не найдете там законы ребита законы кредитов по процент находятся в другом разделе юра да а среди законов которые занимаются запретами как например каши законы кашрута что запрещено что разрешено потому что по тура признает право собственности которая признает за человеком право распоряжаться своим деньгами человеке есть деньги дурой далеко не все регламентирует есть много-много областей жизни которые в торе если мы откроем как угодно можно я думаю так сейчас мы создастся но устройство государства как должно быть устроено идеальное государство по торе как угодно есть когда нужно быть справедливая там должны соблюдаться права людей есть некий набор критериев которые должны соблюдаться но вопрос например должен ли быть в этом государстве царь или нет неоднозначно это можно встали найти подтверждение тому что должен потому что тора против того что и что это обязанность как угодно видим сколько есть на эту тему споров то среди комментаторов и в салмуде и обычно то вокруг чего можно очень много спорить относится что-то неясно и рог шмуэль критикует евреев за то что они просит себе царя из коммутатора который из текста берут что он критикует их не за то что они просят царя за то что они просят царя как у всех народов или просят него время есть много мнений много говорят нет критика именно за то что просит царя не нужен царь царь это нехорошо да есть мнение что наоборот царь это очень хорошо царь это обязательно стора не регламентирует эту область точно так же в финансах тора регламентирует только какую-то небольшую часть вещей не укради не обманить если какие-то вещи которые какие-то границы по периметру которого устанавливать веди свои дела порядочно и честно но что-то из как тебя зарабатывать как использовать свои деньги к свое имущество как угодно если при этом никто не страдает и ты не нарушаешь некий небольшой список запретов достаточно очевидных понятных так вот и поэтому тора на самом деле с точки зрения имущественных отношений с финансовой стороны с точки зрения не регламентирует как нам распоряжаться нашими деньгами можно нам одолжить их под проценты нельзя она регламентирует это в области вообще в торсовом в области это религиозных запретов как законы кашурута что какую пищу есть можно какую пищу нельзя и к этим же закрытой же категории законов как у подобной категории законов относится законы рябить законы процентов это так говорит таратомера брохоля лепштейн сфорно сложно сказать что сфорно пошел дальше потому что сфорно шла несколько веков раньше но сфорно он еще более радикален в своих взглядах на эту тему настолько радикален что я я думал над этим последние дни у меня нет ответа действительно ли он так думал или он это написал как полик корректные комментарии и как некий философский комментарий не считал что действительно закон такой или что считал что значение текста обозначение посмотрим что тут чтобы понять о чем в чем корень того что он говорит есть проблема в тексте написано но таших на хиха не давай в долг своему брату таших это корень наших как кусать этот этот корень обозначает обозначает давать или брать деньги по процент не очень понятно что он какое его основное значение давать по процент или брать по процент соответственно написано ленок ритташих не еврею таших поведите наклонение делай что то что делали не очень понятно что так сфорно сразу же здесь говорит ленок ритташих титэн логари бит и нет нет ему дай ему проценты если ты с ним об этом договорился вылоки в год и не предай его не изменяю сфорно понимает нас конечно сфорно это не сам придумал потому что мидраж сифри тоже так понимает то есть это магическое через по магическому период мидраж он понимает что речь идет не не возьми проценты с нееврея а отдай проценты не еврея то есть мудрецы когда читали этот текст мудрец этого мудрецкого периода они поняли что речь идет таших означает брать долг под процент поэтому запрет локаж их лохиха не это означает не не давай в долг под проценты брата твоему а не бери в долг под проценты у брата твоего спрашивает откуда я знаю что нельзя добавить в долг еврею под проценты мудрецкий как мы и то наших вот орбит говорит дальше тора не бери у него наших это же самый корень до процента то есть и сфорно тоже так и понимает поэтому это то что диаметрально противоположно пониманию раши и рамбом которые сказали что есть заповедь давать не еврею под проценты сфорно говорит наоборот и заповедь платить платить плате проценты не еврею почему потому что может быть значит ты можешь я взял кредит в банке я прихожу я прихожу к моему соседу который не играет берем слушать даме долг 15 процентов эти верну сверху хорошо приходит время платежа послушай василий ты знаешь я бы рад тебе заплатить то что тебе пообещал да смотри давай откроем тору да у нас написано проценты нехорошо давайте вернула сколько взяла проценты ты мне прости я тебе не буду возвращать потому что написано что не давай не бери под проценты это не могу я так сделать сославшись на тору или нет если если это вообще и потому что если тора запретила евреям друг другу давать под проценты значит наверное это не очень хорошо такие взаимоотношения значит тора не очень позитивно на это смотрит понимаешь мы с тобой хорошие люди ты меня уважаешь я тебя уважаю давай договорись что они будут заплатить это говорят про это идет речь перед словами поэтому скала тора не еврею еврею нельзя ты взял у своего соседа умойши взял деньги под процент под 15 процентов тебе запрещено вернуть ему процента ты придешь возвращать ему и скажи ему извини я не могу заплатить тора мне запретила тора аннулировала это сделка целая история большая проблема если если заплатила обязан вернуть ему эти проценты обратно тора категорически запрещает евреям друг друг другу платить проценты можно делать бизнес вместе да есть такой способ как и переск можно взять долг и сказать что я собираюсь найти деньгах что-то заработать и давай мы будем с тобой не переделить прибыль не пополам а я беру на себя все риски почти все 99.9 процентов рисков я тебя плачу гарантированно прибыль а если там я не заработаю то это будет в принципе могу тебе не заплатить на откровенность называется это раскает вести по механизм который стоит история не запретила заработать на деньгах и поделиться прибыли тора запретила взять отдельная тема не будем сейчас залезать так поэтому говорит спорно да не еврею процент ребит если ты с ним договорился и не 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 кидаю не придавая здесь нельзя речь вообще про то чтобы ты давал процентов деньги ты забирал у него эти проценты или сейчас это отдавал не 3 процента и продолжается форум дальше удах их и но тоже их обратно твоему не но тоже их соответственно не это не да не отдавай проценты афаль пишет нет ему несмотря на то что ты с ним договорился это с другими с евреем один еврей другие время говорил что взял у него долг под проценты ваша томитра цена фрой что ты сам готов заплатить ему то есть ты не против сплатить процент хорошо заработать с удовольствием готов ему выплатить эти процент 15 процентов заработал 150 процентов это с радостью готов ему это отдать проценты асур на ханат этого ребят тем не менее нельзя тебя ему другому еврею отдать процент то есть даже в том случае если два евреи договорились мы согласны я рад на самом деле это мне ущемляет мои права и особо с ним готов ему дать проценты тора у меня запрещает не отдавать ему процент не это получается здесь дискриминация если это обычно воспринимается то что дискриминация евреями и не евреев то с форнами здесь наоборот позитивную дискриминацию так что если не еврею ты обязан заплатить процента еврею не платить национализм наоборот и поэтому он связывает вообще это очень такой для сформы это очень типичный способ комментирования когда он берет весь текст связывает как видни к единое целое объяснение дает комментарий который проходит через весь текст показывает почему он связан и дальше написано значит иноземцу можешь отдавать в рост обратно твоему не отдавай в рост на самом деле не бери дабы благословил тебя господь бог твой во всяком начинании руки на твоей земле который ты ходишь чтобы владеть ею причем тут дабы благословил тебя господь бог твой причем благословение бога вроде бы это не имеется отношения поэтому берется форн а кши лодки в год бы но в три в нотах рэль благословит тебя бог когда ты не кинешь не еврея когда ты не вернешь ему эти проценты и не осквернишь имя бога то есть ведите себя ведите свои дела так чтобы другие народы которые с вами имеют дело скале вот такие время вот и с ним приятно иметь дело они свое слово держат взяли человек еврей взял процент и все вы получил вовремя и как следует и и вы и тогда за это тебя бог благословит а потому что ты не будешь оскорить оскорить имя бог такой комментарий с форма я я не могу прям подписаться что сто процентов значение слова таших это только 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 брать под проценты а нет они отдавать потому что я всегда понимал это не так мы видим что с форма это не просто выдумал им не высылать из пальца во время талмуда мы видим такое прочтение этого текста но с форма здесь как бы переворачивает это говорит что то в чем обвиняют обычно евреев что еврея относится к другим народам хуже чем кто другу что на сказать в принципе это обычное дело потому что вообще короткая на кран ко всем относиться хорошо есть важный принцип который в туре он очень стержневой нас учили что надо помогать гладающим детям в африке надо где-то там вот далеко есть это сегодня тоже часто евреи есть сегодня есть такой появился такой светский иудаизм который держится на компоненте как текунула исправление проси это меньше это распространено в америке из такой анекдот что американский реформист кировин приезжает в азраиле и на границе на паспортном контроле пограничника спрашивает как сказать текунула на евреи то есть это стало уже это стало не еврейским исправление мира стал таким в лево либеральном мире очень распространенным понятием когда надо и молодые евреи они ходят в еврейскую организацию они соблюдают ничего у них нет но чтобы проявить свою евреи надо потом поехать на год в африку и там каких-то бедных детей помогать что наверно прекрасно очень важно и хорошо но я думаю что по торе текунула нам это не совсем то тора говорит сначала помоги самому ближнему потом тому кто дальше про это говорили уже не раз потом там и и так далее и потом ты выйдешь до африки то есть кому помоги своим родителям в первую очередь помоги своим детям помоги своим мужу жене человек это можно по себе увидеть нам очень легко идти спасать человечество мы это прекрасно себя чувствуем но когда жена просит там вынести мусор или муж просит покорми меня и меня стереотипно придумать да помоги мне в чем-то у нас это часто узнает злость раздражение так мы не чувствуем что то есть если бы мы пошли у нас было бы каким-то одинокая пожилая соседка я бы пошел бы сказал бы здесь мань давайте вам мусор вынесу тяжело я почувствовал себя таким очень хорошим человеком но почему я не чувствую таким же хорошим человеком когда я говорю своей жене давай мусор вынесу да наверное это такой же точно поступок он еще более важный это потому что это более близкий ко мне человек но но почему то так вот так на себя намного проще поехать спасать африканских детей чем помочь твоему соседу которого ты каждый день видишь или своему родственнику которому ты про него забыл может быть ему намного больше нужна твоя помощь и поэтому тора да говорит такой принцип он это не националистический принцип потому что она не говорит помоги еврею не помогай не помоги своему ближе внутри еврейского народа тоже не беги помогать каждому еврея помоги сначала своим родственникам потом твоим соседям потом жителям твоего города и так далее этот принц мне кажется очень мудрый и очень очень важный очень правильный мой взгляд и поэтому датора говорит что отношения внутри народа они более тесные чем отношения с другими народами отношения внутри колена не более тесные чем отношения внутри народа отношения внутри семьи не более тесно чем пошли внутри колена отношения между мужем и женой это самое Самые тесные и важные отношения Которые есть И в них надо больше всего Вкладывать Рамбом Это приводит тоже На Аллаху Это закон Аллаха Что муж должен Любить свою женщину Как само тело, как самого себя А почитать больше, чем самого себя Четкие критерии Любить как Как самого себя Уважение, почет давать ей Больше, чем ты готов давать себе сном Не обязательно много больше Главное, чтобы было больше Это что-то очень сложно Я думаю, что немногие могут похвастаться Что они сильно преуспели в этом И поэтому да, Тора Говорит Помоги сначала Ближнего, потом дальнего Говорит, да, Тора говорит Внутри еврейского народа не давай подпроцент И не переподпроцент А с другими народами Домашними Такие отношения При этом Очень важно тоже Как текст читается Например В Торе написано Нарушающий шаббат Да будет умерщен И он убей его Нарушающего шаббата К счастью Слава Богу Слава Богу Я не видел Здесь шаббат Евреев Которые выходят на дороги И взорвают Проезжающие машины Почему? Потому что Да, так написано в Торе Но мы это Как мы интерпретируем этот текст Нам Большое чудо Надеюсь, что дальше Это будет сохраняться Что мы интерпретируем Это Убейение В буквальном смысле Да, что если суд Когда есть храм То есть большой Сандарин Который имеет право Обще казнить Если он казнит Чаще, чем 70 лет То он вообще Называется кровавым И так два свидетеля Должны предупредить Миллион разных всяких И судьи должны защищать И оправдывать Подсудимого Если После всего этого Тогда казнить Что в наше время Невозможно Никогда Никаких обстоятельствах И То же самое здесь Как мы читаем эти законы Мудрецы в Талмуде Придумали такой инструмент Как это РСК По факту сегодня В Израиле Вы можете пойти В любой банк И взять там кредит Под процент И есть инвестиционные фонды Которые инвестируют Берут деньги Под проценты Одалживают Под проценты Есть Знакомые Хорошие Которые Руководят Таким инвестиционным фондом Абсолютно Кошерный инвестиционный фонд Он все делает Согласно Аллахе И ничего Прекрасно зарабатывает С очень успешной Прибыльной Инвестиционной фонды И поэтому Наши мудрецы Когда прочитали Этот закон Они его интерпретировали Я думаю Что их Должен И период тоже То есть По факту Что да Нельзя давать Просто под проценты Но можно делать Вместе бизнес И придумали Такой инструмент Как Это РСК Который Сегодня Распространенно Используется Как можно Отдавать И брать Деньги Под проценты Не нарушая При этом То есть Торы Не запретила Бизнес Торы Ограничила Поставила Какие-то Границы Чтобы бизнес Не был Совсем Она чуть-чуть За социализм Немножко Она говорит Все-таки Сделай Постройте Да Есть частная Собственность Да Есть бизнес Но делать его так Чтобы никто С голуба Не Да Не просто Чтобы никто С голуба Не поработал Все-таки Делайте Поставьте Там какие-то Границы Я думаю Что взгляд Что рынок Сам Наведет порядок И рынок Сам Все распределит И решит И всем В итоге Будет Хорошо Кроме того Что по-моему Наука Экономическая Доказала Что Это был Ошибочный Взгляд И Реальность Доказывает Что Здесь Обсужден Свободный Рынок И все еще Куча Бедных Несчастных И так далее Но Тора Говорит Она с одной Стороной Да Говорит Можно Делать Бизнес При этом Она ставит Какие-то Границы И Есть Есть Много Много Законов Ребитых Нужно изучать Закон Как Как можно Вести Коферный Бизнес И Нашему Говорит Это в итоге Прочитали Так Что Мы Да Ведем Друг С другом Бизнес С евреями И с неевреями И все Прекрасно Работает Но То Что Интересно Как Сфорно Прочитал Этот Закон Он Показал Что Тора Не относится К неевреям Куже Чем Нам Нечего Как Сковород Баруха Левей Эпштейн Нам Нечего Стыдиться Тора Истина И Печать Ее Мир Поэтому Все Можно Быть Уверенными Что Это Очень Мудрая Вещь Где Все Остается Актуально Посидим